Друзья, приветствую вас. У подписчиков вопрос по магниту. Хотел еще раз обратить ваше внимание, что информация, которую я вам предоставляю и показываю, это мое субъективное мнение и не имеет отношения к призыву что-либо купить или что-либо продать. Решение и все риски всегда за вами. Так же, как когда я что-то делаю, все риски и все профиты, они на мне висят. Так, ну вот магнит. Недельный график. Смотрите, вот что у нас было. Здесь сейчас возрастает вероятность существенного роста этой акции. Почему? Потому что здесь получается картина классической разводки, когда бумажка была в проторговке, потом высадили пассажиров вот здесь, и сейчас, скорее всего, действительно ее поведут куда-то наверх. Ну вот ближайшая ожидаемая цель это 3500, и потом, может быть, ее заведут на 3800, вот куда-то сюда. Вот, и даже у нее в перспективе имеется 4150. Сразу скажу, что меня по этой бумаге напрягает, это то, что идет, ну, в силу действующей ситуации идет падение покупательского спроса и доходов населения. Соответственно, при такой картине, как правило, все ритейлеры, они страдают, так или иначе. Даже если там предположить, что ритейлер супер-пупер эффективный, и он других опережает, уделывает, то все равно, как бы, это тот сектор, который будет в первую очередь попадать под удар. Так, ну, возвращаясь к магниту, вот что мы видим. Недельные графики. Сейчас, соответственно, вот разворотная формация сформировалась. Правда, сразу нарисовала внизу цель 3190, куда, возможно, в дальнейшем он будет возвращаться. Но пока, как бы, у нее тенденция к росту идет. То есть, она вот 3300 преодолела, здесь проторговалась. И поэтому, скорее всего, следующим этапом она будет двигаться на 3500-3800. Вот, сейчас она как раз вот продолжает набор позиций уже на более высоком уровне. И, с учетом новогодних праздников, бумагу действительно могут разогнать на 3500-3800. 3800, вот сюда вот. Вот, но с этой бумажкой я бы вам рекомендовал, если вы ее как-то рассматриваете. Ну, во всяком случае, я бы, если бы ее продавал, покупал, я был бы очень осторожен, как и с Яндексом. И ставил стопы и тейк профиты в обязательном порядке. Потому что, ну, несмотря на то, что сейчас идет игра на рост бумажки и ее разгон, ее, бывает, очень сильно сливают. Вот, вот, и начинается, соответственно, продажа мощная и может унести куда-то далеко вниз. Тем более, у этой бумажки в районе 2800 есть неотработанная цель. Вот, и она может туда вернуться в каком-то обозримом будущем. Вот, поэтому, ну, конечно, бумага, она интерес представляет, с учетом того, что Новый год. Вот, обычно у ритейлеров выручка растет на Новый год. И хотел обратить внимание, что сегодня идут существенные, существенный набор позиций крупных игроков по этой бумажке. Поэтому, может быть, действительно мы увидим в ближайшее время, что по этой бумаге будет рост. Вот, но бумага достаточно специфическая, находится в рисковом секторе, который наиболее, в первую очередь, подвержен при наступлении кризиса и каких-то таких вот неблагоприятных явлений. Вот, и обращаю внимание, что она может еще корректироваться. Вот, у нее 3300 есть цель, она может откатиться сюда. Вот, и, соответственно, может еще откатиться на 3200, у нее тоже есть цель. Но если у нее растущий тренд этот сохраняется, будет просто короткий прокол на 3200, и потом, соответственно, вернется и будет в дальнейшем отрастать. Вот, такое мы увидим по этой бумажке. Спасибо за внимание. До свидания.